Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Рейд силовиков, крупные пожары, висящие туристы на горе. Как прошли жаркие выходные в Алтайском крае. 17 краш на 350 тысяч рублей. На Почте России сотрудник воровал посылки жителей края. В РЖД рассказали о новых правилах в перевозке животных после печального случая с котом Твиксом, которого выкинула проводница на мороз. Ну а вначале в Барнаульском аэропорту отменили рейс Барнаул-Москва. По словам жителей, причиной отмены стала техническая неисправность двигателя. Пассажирам вернули багаж. Назначено новое время вылета. Предварительно в 22.30. К другой теме. Жара продолжает испытывать снопрочность жители Алтайского края. Сегодня температура воздуха в Барнауле была даже выше, чем в некоторых районах Таиланда, Турции, Грузии и других теплых стран. Не обошлось без ЧП. Молодую маму из Рубцовска доставили в Барнаул на вертолете. У женщины из-за жары начался отек легких. Состояние было тяжелым. Несмотря на выходной, врачи 2-й горбольницы оперативно организовали доставку вместе с медициной катастроф. А далее эпичный вечер на Старом базаре, крупный пожар в городе, ЧП с туристами в горах и многое другое. О самых резонансных событиях жарких выходных расскажет Валентина Аскерова. Как гром среди ночного неба. В ночь с пятницы на субботу досуг отдыхающих на улице Молотобольская прервали силовики. Пользователи социальных сетей сообщили, что люди в камуфляже положили горожан на пол. Затем выстроили около 200 человек в шеренгу. Оказывается, на Старом базаре проходил ночной рейд правоохранительных служб. Силовики провели проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствие несовершеннолетних, а также соблюдение миграционного законодательства. Выявлен ряд нарушений, составленные административные протоколы. На выходных стало известно сразу о нескольких инцидентах с туристами. Первый случай произошел на Алтае. 36-летний гражданин из Белоруссии повис на горе Итка и провисел более 4 часов. Мужчина не мог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили скалолаза с помощью специальных веревок. Второй случай произошел в Сочи. Там задержали жителя Алтайского края с подругой, которой бросили мусор в вечный огонь. С ними сейчас работают правоохранители. Случай вандализма в выходные произошел в Барнауле. Спустя неделю после открытия памятника маршалу Георгию Жукову дети на электросамокатах испортили монумент. При выполнении трюков сломали гранитную плитку в трех местах. Неприятный инцидент произошел в эти выходные на Новом Михайловском кладбище. Водитель, по словам очевидцев, разогнался и улетел при повороте в обрыв, заехав в могилу. В ночь с 22 на 23 июня в Барнауле на улице Никитина произошел крупный пожар. Сгорел частный дом, сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. В тушении участвовали 40 спасателей. Во время борьбы с огнем пожарные вынесли из дома газовый баллон. Пострадавших нет, причина возгорания уточняется. А между тем, в Алтайском крае в течение трех дней сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Валентина Аскерова, День с толком. Крупный пожар с пострадавшим сегодня произошел рано утром в Барнауле. На улице Матросова горела сауна в Венеции. Кушить долго будут. На момент прибытия спасателей из окон второго этажа шел дым. В этот момент в здании находилось 8 человек, из них 5 вышли самостоятельно. Трое спасены по лестнице. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. По предварительной информации пострадал один человек. Работник почты за полгода украл 17 посылок. Причиненный ущерб оценили сотрудники Алтайского линейного управления МВД России. Он превысил 350 тысяч рублей. Серию краш ценных вещей из посылок и других отправлений совершал 24-летний работник транспортной экспозиционной компании. Все вещи, которые при вас находятся, все принадлежат вам? Ну, да. Только телефон там был. Телефон был. Да. В отношении молодого мужчины завершено расследование уголовного дела. По версии следствия, злоумышленник на протяжении полугода похищал поступившие в организацию грузы. Похищенное он прятал и после смены выносил с территории организации. Одни предметы он оставлял себе, другие продавал. Сотрудники транспортной полиции собрали доказательства 17 краж. Общий ущерб от них превысил 350 тысяч рублей. Большая часть похищенного изъято. В настоящее время обвинение предъявлено по шести эпизодам. За наиболее тяжкое из них максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Ровно неделя осталась до того момента, как перестанет действовать массовая льготная ипотека. Многие банки прием заявок по ней прекратили еще 20 июня. И теперь они, застройщики, риэлторы и, конечно же, покупатели, находятся в ожидании новых условий и предложений на первичном рынке недвижимости. Какое будущее его ждет? Насколько вырастет ставка по ипотеке? А главное, кому благо, кому риск сворачивания льготной программы, расскажет Елена Макаренко. С рынка вымели весь ликвид, говорят эксперты рынка недвижимости Барнаула. В связи с отменой с июля массовой льготной ипотеки, ажиотаж на жилье в новостройках наблюдался всю весну. Но особенно в мае-июне. Цены на маленькие студии однокомнатные выросли до 5-6 миллионов рублей, а то и выше. И на каждый вариант были десятки желающих приобрести его. Пусть не в Барнауле, в Новосибирске, Питере или хотя бы даже в Туле. Главное, успеть получить кредит под 8% годовых. Традиционно русские люди любят запрыгнуть в последний вагон. В Барнауле на текущий момент наблюдается дефицит предложения на рынке новостроек, как это ни странно звучит. Льготную ипотеку на новостройки запустили весной 2020-го, как антикризисную меру на фоне пандемии. Эксперты констатируют, застройщиков она, конечно, поддержала, да и покупателям пришлась по нраву, но обернулась небывалым разрывом между стоимостью новостроек и жилья на вторичном рынке. И сегодняшнее сворачивание массовой программы специалисты одобряют. Многие попытались воспользоваться этой ипотекой. Естественно, высокий спрос рождает рост цены. Ну, такой спекулятивный момент, но мы в рынке и, к сожалению или к счастью, да, мы с этим ничего не можем сделать. Однозначно это благо, потому что видим, что рынок перегрет. Вот по итогам четырех месяцев этого года ЦБ выпустил релиз, в котором сказано, что диспаритет цен вторичного метра и первичного стоимость достиг максимальной диспропорции в 55%. То есть квадратный метр в новостройке на 55% стоит дороже, чем на вторичном рынке. Естественно, это все вызвано как раз последствиями льготной ипотеки. Без искусственной поддержки спроса, говорят риэлторы, продажи на первичном рынке снизятся. Покупать аномально дорогие квартиры, а средняя стоимость квадрата в Барнауле доходит до 150 тысяч рублей, в рыночную ипотеку ставку предрекают в 20% люди не смогут. Снижение продаж начнет давить на цены. Но так как спрос в Барнауле в разы превышает предложение, большого падения цен на жилье не предвидят. Хотя вот сегодня уже механизмы заметны, которые, на мой взгляд, могут, может быть, к какому-то небольшому снижению цен на жилье привести, особенно на вторичном рынке. Но какого-то существенного снижения я бы не ожидал. Все участники рынка недвижимости ожидают новых условий и предложений по жилью в новостройках. Очевидно, говорят эксперты, что льготный процент сохранят для отдельных категорий граждан, семей с детьми, участников СВО. В то же время для массовых продаж, возможно, идти на уступки придется застройщикам. Как вариант, предлагать скидки, субсидировать часть ставки. В любом случае, уверены риэлторы, спрос будет поддерживаться, чтобы рынок не схлопнулся. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. В РЖД рассказали о новых правилах перевозки животных после печального случая с котом Твиксом. Проводница высадила кота из поезда в январе этого года, так как не нашла его хозяина. Через несколько дней замерзшего кота нашли мертвым. История вызвала широкий общественный резонанс и требовала новых правил. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Дарья Ерошина. Жителям сибирского города Барнаула не привыкать к перепадам температуры. Летом жара плюс 35, зимой мороз минус 40. В январе этого года по всей России прогремела история с котом Твиксом, заплутавшим в вагоне поезда. И проводница, не сумевшая найти его хозяина, решила просто высадить кота на следующей станции. В результате животное нашли замерзшим на морозе вблизи железной дороги. Случай стал исключением из правил. История погибшего кота облетела рунет. Итог. Обсудили проблему даже в Государственной Думе. Теперь перевозку животных в пригородных и поездах дальнего следования будут регламентировать строже. При проведении мероприятий по определению все-таки статуса животного с владельцем он или без владельца, фиксируя, что это животное без владельца, мы дальше начинаем с ним взаимодействовать. И все зависит опять же от места. Если говорить о поездах, то мы выделяем соответствующим образом сформированные отдельные переноски ящики, которые будут в каждом поезде. И они уже сейчас в большинстве есть. И ранее для перевозки домашних животных пассажиров обязывали покупать на них билеты. Недавно в стране ввели новую опцию в мобильное приложение. Теперь при покупке билета для питомца можно указать его вид, кличку и описать внешний вид. По этим вводным проводники будут опознавать потеряшек. Оказалось, это необходимо. Обелеченного твикса высадили из вагона лишь потому, что не стали тратить время на поиск его хозяина. Пренебрежение к братьям меньшим – причина маленькой трагедии, о которой знает вся страна. Вот я три года, как завела питомца, живу без моря. Потому что в самолете опасно, там умирают собаки в багаже, в багажном отделении. И как бы на поезде это слишком долго до моря ехать, отпуск заканчивается быстро. Ну, у меня просто собака, у нее как сепаративная тревога, она без меня очень сложно переносит. Ну, вот надо как-то искать, я вот три года пока не могу найти. Животные без сопровождающего довезут до ближайшего крупного вокзала и передадут транспортной полиции. Своих животных пассажирам нужно перевозить в специализированном вагоне в переноске. В одном купе поездов дальнего следования не более двух маленьких животных или одно крупное в наморнике. Опасение вызывает еще одна проблема – дачный сезон. Как правило, срок использования питомцев, которых оставят на дачах после отъезда. С учетом того, что у нас садово-огородный период впереди, и пригородное сообщение транспортное, оно является в этот период критически важным. Мы каждый год фиксируем порядка там нескольких сотен тысяч потерявшихся просто животных. Нам укрепить вот это направление, это было бы приоритетно. От самого владельца тоже ждут ответственности к братьям меньшим, чтобы длинный путь питомца в транспорте не стал последним. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев, День с толком. Клещи за неделю укусили 450 жителей Алтайского края. С конца марта с жалобами на присасывание членистоногих за медицинской помощью обратились почти 6 тысяч человек. Медики подтвердили 4 случая заболевания клещевым энцефалитом и 4 случая бриллиоза у взрослых. В больнице сейчас находится трое пациентов с подозрением на клещевой энцефалит. В частности, один взрослый с тяжелой формой заболевания. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что наблюдается спад активности клещей. Но о мерах безопасности на природе забывать не стоит. Нужно носить защитную одежду, осматриваться и использовать репелленты. К другой теме главные врачи крупнейших лечебных учреждений региона обсудили актуальные вопросы развития здравоохранения края, в числе которых развитие школ диабета как важного инструмента профилактики этого жизнеугрожающего заболевания. А также лекарственное обеспечение пациентов края препаратами, клинически равноценными импортным аналогом. В продолжение темы наш следующий сюжет. Заседание Совета Медицинской Палаты Алтайского края прошло на площадке фармацевтического предприятия «Эвалар». Главные врачи крупнейших лечебных учреждений региона начали свою работу с экскурсии по инновационному производственному комплексу. Члены Совета смогли увидеть технологическую цепочку по выпуску натуральных лекарственных средств, производимых в рамках полного цикла. Примерно 80%, даже, наверное, большее количество сейчас продукции, которая импортно замещается. И как раз компания, которую мы сегодня посетили, это яркий пример того, как нужно работать и как нужно производить импортозамещение именно в лекарственной сфере. Очень серьезная работа здесь проведена. Мы посмотрели и увидели, какое это высокотехнологичное производство. Во-первых, какой здесь происходит контроль качества на всех этапах лекарственных препаратов. Радует то, что уже за последнее время компания «Валар» сделала шаг не только от БАДов, но и к лекарственным препаратам, которые уже утверждены в номенклатурных перечнях, в том числе и в клинических рекомендациях. Компания входит в десятку наиболее динамично растущих фармацевтических компаний в России и последовательно развивает профиль препаратов в рамках проекта по замещению импортной продукции. Так, на сегодняшний день компания выпускает более 20 лекарственных средств аналогов импортных продуктов. Препараты «Валар» включены Минздравом РФ в перечень взаимозаменяемых лекарственных средств, что расширяет возможности врачей и их пациентов по выбору качественной и доступной терапии. Далее члены медицинской палаты обсудили работу школ диабета. Сегодня в Алтайском крае их 12, и они уже показали свою эффективность. Школы диабета – это образовательные площадки на базе лечебных учреждений, где пациенты с диагнозом диабет могут получить практические знания от врачей о том, как управлять и жить с этим заболеванием. Диабет причислен к социально значимым заболеваниям, и в этой связи остро стоит задача в разработке более эффективных программ и методов, как профилактики самого заболевания, так и по предупреждению ранних и поздних осложнений. В этом смысле такой инструмент, как школа сахарного диабета, показал и доказал свою эффективность. Охватность проекта нужно существенно расширить, в том числе, например, за счет онлайн-занятий. И планомерная работа в этом направлении снижает число госпитализации, а также позволит поддержать высокое качество жизни больных. Ирина Корчегина, Ксения Цапко. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует...